Встречались с людьми, которым вы, в общем-то, помогаете? Конечно. Да, ребята очень часто приезжают к нам, они забирают, ну, не секрет, что снабжение идет через Москву, очень многие здесь получают носилки, гуманитарную помощь, поддержку. И, конечно, они приезжают к нам в Румянцево ежедневно. У нас в среднем в день отшивается, ну, только в одном цеху, вот в Румянцево, порядка 50 носилок, и, как правило, ничего не залеживается. Только чуть собирается партия, сразу же отправляем. Призыв был, да, вот к людям с разных городов, да, кто хочет, присоединяйтесь, открываем отделение, да, по пошиву. Мы всем поможем, да, и знаниями, и материалами. И вы сможете шить и своим же ребятам в своем городе это передавать. Поэтому в каждом городе девчонки отшивают. Что вдохновляет волонтера? Во-первых, то, что он понимает, что он несет милосердие, сострадание к ближнему, что он нужен, что он востребован, что его помощь важна, нужна. И когда встречаются волонтеры и военные, да, при передаче. То есть у них такой происходит обмен, да, потому что вот важно всегда быть человеком, проявлять милосердие, несмотря на все трудности. И ребята чувствуют, что у них надежный тыл, да, что мы в них верим, что мы их поддерживаем. Ему очень нужно, чтобы их ждали, чтобы понимали, что пока они там, потому что иногда возникает очень большой информационный вакуум. Телефонов понятно, что нет. И очень важно, когда приходят письма, когда приходят вести, когда кого-то отпускают. Вот к нам сейчас приезжал боец из 27-й. Мы ему коптеры, тепловизоры передавали. И дай бог здоровья. Он, кстати, подорвался, сейчас жив. Мой родной лежит в госпитале. Вот. И вот тоже, что удивительно. И пишет, я сейчас поднимусь и вернусь к своим. Знаете, я вам скажу парадоксальную вещь. Я увидела, увидела, что мы живые, мы настоящие, мы потрясающие. Я говорю про людей, мы жертвенные, вопреки всему. И я так счастлива, что вокруг такие люди и другой судьбы бы, я себе, я про себя говорю, я бы не хотела. Спасибо вам, Яна. Желаю Климу успехов, возвращения. А мы продолжим после рекламы разговор о волонтерских движениях в Москве.